Стучится подбитый птицей в окно неоновый город. Наверное, что-то случится, но в случае нужен повод. В протёртом на дыр мониторе, в потрёпанном интерфейсе, как голос дельфинов море, меня воскрешают песни. Во взгляде моем суровом едва различима нежность, ни выдом, ни делом, ни словом, былую мою смежность с мерцанием звезднооким и охрой небес в закатах, в каких-то долях, в каких-то мирах далёких, преданных и распятых. Распорта на двое небо, расколота твердь на части, ты вроде и был, и не был, моим сладко-горьким счастьем. И где-то ты есть бесспорно, и даже живёшь беспечно, а я надрываю горло, а я убиваю вечность. Называется «Тридцатое весна». Это было когда-то написано, но не очень давно, конечно, было. Играет песню водосточных труб косматый ветер, пьяный от волнений. Орёт на крыше кот, подлец и плут, под ритм простывших ледяных капелей, и вроде даже полная луна. И сон мне лезет в голову дурную, и я тебя испитываю до дна, по-детски, горячо ещё ревную. А ты как будто всё ещё влюблён, светло, крылато, глупо, по-дурацки. С мельной улыбкой, скинув капюшон, как пёс счастливый, лезешь целоваться. Но глаз коснулась грусти пелена, и что-то в воздухе надрывнее и горше. Беснуется «Тридцатое весна». Уже «Тридцатое» мурашками по коже. Она уже не думает о нём. Она уже и не мечтает думать, Когда сирень трезвонит под окном о том, Что безвозвратно юность ушла в далёкий край и тихий дом. На цыпочках, чтоб не задеть портьеру, Забрав с собой и нежность, и любовь, И звон души весенней оголтелой. Она уже не думает о нём. Какой ей прок морочить думы прошлым, Но только ночь своей рассыплет звёзды, И тишина заполнит край души. Венцом её потерянной вселенной, Звездой Давида на восточном небе две буквы, Как скрижаль завета «Ты». Большая власть «Время преступительника» — это уже более новое, Мини-левическое, наверное, уже более философское пошло направленность. «Простая мелодия» называется. «Жизнь по лёгким осенним дымкам разливается, Кислотой августовского яблока, Брызгами по языку. Исповедовать истину в самый раз, День и час каяться и смиряться, И грехи списывать на врождённую слепоту, Ветром выгнать из жил и костей, Прохудившейся оболочки До последней капли своей, До последней строчки, Чтоб до звона пустот, Чтобы флагом раскинуться над рейхстагом В величайшем экстазе свободы и ноготы, И неловко выйдут из щёлок своей души Простую мелодию света и чистоты». Последняя, совсем свежая, Родившаяся, так скажем, после Великого Поста, Долгого моего молчания, Ну вот какие-то такие, Может быть, на первый взгляд, жестокие стихи, Но если задуматься о каком-то христианском смысле, То, наверное, не совсем жестокие, Кто глубоко знает христианство. Тут, конечно, нет такого прям религии, Но, наверное, поймёте. Называется «Молитва о мире». «Они молодые и дерзкие, Душа нараспашку. Но если тронешь чуть глубже, чем позволительно, Калуки наготове и острые шпажки. Они без царя в голове. Им никто не указ, кроме собственной плоти. Они, как Ева с Адамом, В райском саду до вкушения зла и похоти. Им выньте и положьте, На блюдо с гаймой голубой всё самое лучшее. Их шивы никогда не лопнут. Они из латекса, игрушечные. Им смерти нет. Им одно лишь бессмертие греет спину. И все, как один, влюблены безответно И живы наполовину. Им добро не добро, а зло. Мира их соотносит земные вершины. Господи, Боже! И если Ты хочешь, чтобы они оторвали глаза свои, Которыми Ты одарил их от гаджетов и автомобилей, И узрели небесную твердь вместо плова и чаховбили, Сделай так, чтобы их муравейник цунами масштабное затопило, И лишь землетрясение обрушило всё, Что казалось таким надёжным и нерушимым. А ещё лучше кинь на них камушек, маленький, Что тебе стоит твоими ладонями, Ибо Ты вседержитель. Сделай так, чтобы поняли.